Девушки отдыхают У меня пошел тромб, я стала задыхаться. Мне оказали мгновенную помощь, когда я вызвала тревожную кнопку. Через несколько минут по тревожной кнопке специалисты, врачи были у меня уже дома. Я была спасена. Увезли в больницу, сделали электрокардиограмму у меня на месте и отправили в реанимацию. Именно в этот колл-центр поступают сигналы владельцев тревожной кнопки. Операторы круглосуточно принимают звонки. При этом уже после первого гудка на экране монитора автоматически появляется полное досье подопечного. Имя, возраст, медицинская карта, контакты родственников и даже соседей. Все операторы – профессиональные врачи, которые оценивают состояние пенсионеров и либо вызывают им скорую помощь, либо консультируют. Какое у вас давление? 90 на 50? У вас дома цитрамон есть? Ничего. Выпейте таблетку цитрамона и сделайте себе чай крепкий, но не горячий. И через полчаса перезвоните, пожалуйста. Хорошо? Скажите, какое у вас давление? Своих подопечных операторы также записывают в поликлинику, вызывают им участковых и заказывают на дом лекарства. Впрочем, эти врачи давно стали специалистами широкого профиля. Из 80 тысяч ежемесячно поступающих в колл-центр обращений лишь половина связаны со здоровьем и медицинской помощью. Пятая часть пенсионеров просят вызвать им такси или социального работника. 17% узнают о льготах, 11% нуждаются в мелком ремонте, 6% в экстренной помощи, а кто-то просто хочет поговорить. Позвонишь, они всегда очень квалифицированно тебя проконсультируют. Она у меня в сумке, я спокойна, это как мой друг. Я знаю, что если что, обратишься к ней и сразу доволен. Потому что там всегда ответят, и ответят очень так, что меня устраивает. Хотя тревожная кнопка – это коммерческая программа, пенсионеры Петербурга пользуются ей совершенно бесплатно. Все расходы ложатся на городской бюджет. Автор проекта, врач и бизнесмен Константин Лившиц не скрывает, что саму идею позаимствовал у западных коллег. А вот формат ее реализации в виде частного государственного партнерства придумал сам. У нас, как у бизнеса, есть технология, есть понимание, есть инфраструктура. У органов государственной власти, у органов соцобслуживания есть средства на помощь нуждающимся. Но развивать свои мощности им невыгодно. Оно просто платит за выполненную работу и контролирует. Так каждый обладатель тревожной кнопки обходится городу в 2500 рублей за подключение и далее по 670 рублей в месяц за обслуживание. Однако льгота положена не всем пожилым жителям Петербурга, а только ветеранам и участникам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда с инвалидностью первой степени, бывшим узникам фашистских концлагерей, а также одиноким пенсионерам старше 80 лет. Всего за три года к проекту подключились более 10 тысяч граждан. Им достаточно было обратиться в ближайший социальный центр, написать заявление и приложить одну справку. Справочка от врача, где будет написано, что человеку не противопоказана установка кнопки. Она нужна для того, чтобы оградить всех нас от клиентов немножко психически ненормальных. Чтобы они не нажимали эту кнопку каждую минуту, не отвлекая тем самым работников колл-центра. Тревожную кнопку при желании можно и купить, по той же, что и для города стоимости. Впрочем, почти 600 пенсионеров Петербурга получили ее в подарок. 90-летний Михаил Бобров, который до сих пор преподает физическую культуру в университете и регулярно путешествует, признается. Ни разу так и не воспользовался презентом, но с ним ему спокойнее. Ведь зона действия тревожной кнопки такая же, как у обычного мобильного телефона. А это почти весь мир. Во мне больше беспокоится, когда я молчу и не обращаюсь, там волнение идет с той стороны. У вас-то все в порядке? Почему молчит? Ну дайте себе сигнал, что вы живы, здоровы. Ну я исправляюсь. Я иногда просто позвоню и скажу, что все в порядке. Чиновники подсчитали, что с появлением тревожной кнопки в Петербурге в разы снизился необоснованный вызов скорой помощи участковых и социальных работников. Поэтому автор проекта решил внедрить его и в другие российские города. Но по словам Лившица, он столкнулся с полным непониманием со стороны как городских властей, так и потенциальных партнеров в лице министерств и ведомств. Мы первое время, когда приходили в скорую помощь, говорили, зачем вы нас дублируете? Мы говорим, мы вас не дублируем. Но в той ситуации, когда вы не можете и не знаете, как проехать. В той ситуации, когда у бабушки закрыта дверь и у вас нет ключей. В той ситуации, когда бабушка неконтактна. Для этих ситуаций мы вам и нужны. Мы попытались это делать самостоятельно, но вот это преодоление административных барьеров, оно превращалось в какое-то совершенно неопределенное количество времени. За помощью бизнесмен обратился в агентство стратегических инициатив. Руководитель его наблюдательного совета Владимир Путин не только одобрил проект, но даже настоятельно рекомендовал тиражировать тревожную кнопку во всех регионах страны. Это, безусловно, одна из важнейших и, главное, необходимых для многих пожилых людей нашей страны программа. Мы помогли автору проекта наладить диалог с чиновниками в различных регионах нашей достаточно большой страны. Я еще хотел бы особо подчеркнуть, что этот проект направлен не только на пенсионеров, но он также может быть применен теми людьми, у которых по состоянию здоровья есть определенные ограничения. Сейчас, помимо Санкт-Петербурга, тревожная кнопка появилась у пенсионеров города Гачи на Ленинградской области, Петрозаводской и Москвы. Совсем скоро автор проекта обещает запустить программу в Екатеринбурге, Новосибирске, Казани, Калуге, Мурманске, Твери, Белгороде, Воронеже и Липецке. Я надеюсь, что в ближайшее время мы все-таки это доведем уже до конкретной реализации. Масштабируем мы в основном за свои средства. Цель – предоставить вот этот сервис на территории всей Российской Федерации. В отдельных городах тревожная кнопка будет уже в виде современного смартфона. Более дорогой аппарат сможет зафиксировать геолокацию подопечного и еще массу других показателей, недоступных простым устройствам. Редактор субтитров А.Семкин